Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги Иова. Читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Ну вот, девятая глава, еще одна речь Иова, их тут много, которая заканчивается плачем о том, что нет посредника. Нет посредника, который примирил бы человека с Богом. И пока это так, человек перед ним беспомощен и бессилен. Мы говорили о том, что в Ветхом Завете нет такого посредника. И когда, например, я считаю, что книга Иова одна из последних книг Ветхого Завета, это в первую очередь не из-за ее грамматических черт, а они там есть особенные, но из-за идей, из-за того, что вот эта книга, она на пороге Нового Завета. Она задает вопросы, на которые в Ветхом Завете ответ просто не находится. Ну а десятая глава продолжения этой самой речи Иова, посредника нет, пока я сам за себя все иначе, говорит Иов. А в десятую он описывает, как «стала жизнь мне постыла, так дам я жалобам излиться, поведаю, как душе моей горько». Смотрите, одно из отличий Иова от его друзей, они все благочестивые люди, они все верующие, они все о Боге говорят какие-то хорошие вещи. Так вот, Иов дает себя почувствовать, он говорит о своих чувствах. Друзья говорят в основном о неких богословских максимах, о том, как должно все быть, о том, как устроен мир. Но они себя не видят, не чувствуют, не описывают, возможно, даже не сознают. Иов ровно наоборот. Раз он осознает себя, то он вступает в диалог с Богом, и в том числе в острый диалог. Богу скажу, не торопись с приговором, объясни, в чем меня обвиняешь. Хорошо ли тебе быть притеснителем, отвергать творение твоих рук и покровительствовать нечестивым? То есть, смотрите, Иов вот здесь вот начинает, и дальше он будет больше и больше сопоставлять свои бедствия и общее несовершенство мира. У нечестивых все хорошо, у меня плохо. Проблема в том, что у меня все плохо, и я понимаю, что ты со мной так себя ведешь. Но и в мире все плохо. Почему ты в мире так поступаешь? Разве глаза у тебя как у смертных? Разве смотришь ты, как смотрят люди? Разве дни твои, как дни человека, и годы твои, как годы мужа? Вот главное, что мы знаем о Боге, что он не человек. Дальше там разные богословские схемы, разные религии предлагают разные ответы о Боге. Но совершенно точно это не такой человек просто очень сильный или очень умный, или умеющий совершать какие-то особые чудеса. Нет, это просто другой. И если Бог ведет себя так, как ведут себя люди, например, гомеровские боги, Элиады, Одиссея, это вот такие могучие практически люди, которые могут совершать еще и чудеса. И бессмертные. Но они точно так же ссорятся, ругаются, покровительствуют кому-то, мешают кому-то. Афина помогает Одиссею, Посейдон ему мешает. Ну, как соседи, кому хорошие, кому плохие попались. Вот если Бог такой, то зачем он вообще нужен? Тогда мир абсолютно бессмыслен, особенно если он один, если их много, хотя бы мы как-то с этими Афинами и Посейдонами найдем себе покровителя. А если он один, и он так чисто по-человечески злится, то жизнь просто становится кошмаром, даже если пока все хорошо. Но в любой момент просто на что-то он обиделся, и все рухнуло. Что же ты выискиваешь во мне вину, стремишься грех обнаружить? Ты же знаешь, что я невиновен, а из рук твоих никто меня не вырвет. Вот снова это нет посредника. И смотрите, очень часто человек верующий, в любой причем религии, он воспринимает Бога или богов как стражников, как таких надзирателей в детском саду воспиталка, которая смотрит тщательно за каждым ребенком и наказывает немедленно за любое непослушание, за любую шалость. Выискивает вину, стремится грех обнаружить. И часто религиозная жизнь освоится вот к этим поискам греха в себе, в окружающих, в мире, вокруг. Но что этому противопоставить? Вот Иов отвечает очень ярко и необычно. «Вспомни, ты лепил меня, как глину, а теперь возвращаешь в опрах. Ты излил меня, как молоко, и потом сгустил, как творог. Мясой и кожей меня одел, костями и жилом и скрепил». Здесь описание, конечно, зачатия и развития зародыша. «И ты дал мне жизнь, и всегда был со мной, заботливо храня мое дыхание». То есть вера Иова в то, что Бог творец, не только творец всего мира и вообще человека, но конкретно Иова. И смотрите, если мы родили ребенка, или если мы даже сделали какую-то фигурку, допустим, ну, она нам ценна и дорога, мы не будем ее ломать. «Что же Бог так поступает с Иовом? Ты дал мне жизнь, и всегда был со мной, заботливо храня мое дыхание, но другое таилось в твоем сердце. Я знаю, ты этого хотел. Если я согрешу, ты выследишь меня, и когда провинюсь, не дашь спуску. Если я виноват, горе мне, а если и прав, не поднять головы, сыт я позором и пьян горем. Чуть поднимусь, нападаешь, как лев, ужасаешь меня снова и снова, обвиняешь меня опять, разжигаешь все жарче свой гнев, выставляешь все новые полчища». Очень часто верующий человек именно таким видит Бога. Грозным, который стремится наказать, уничтожить, смять за любую провинность, даже там, где, казалось бы, и провинности такой нет. И Иов на это возражает. «Зачем же ты вывел меня из чрева? Я бы умер, никто бы меня не видел. Словно никогда меня и не было, отошел бы я из чрева в могилу». Ну, вот он уже говорил в самом начале своей речи, что лучше бы ему родиться мертвым. Но это сперва понимается как просто такая жалоба. Все настолько плохо, что я вообще жить-то не хочу. Но здесь это горький упрек Богу. Ты вызвал меня к жизни для того, чтобы меня наказывать за любую мельчайшую провинность и даже без провинности найти, придумать какой-то повод, напасть, наказать. Ну, что это такое? Что это за садизм такой с твоей стороны, о Боже? «Недолгие дни мои так оставь, отступись, дай порадоваться хоть чуть-чуть, прежде чем сойду безвозвратно в страну тьмы кромешной, в страну непроглядного мрака, где тьма, где нет устроения, где только мрак светит». А можно перевести «свет подобен мраку», но в любом случае, где ничего нет светлого, где только тьма, и даже то, что там называется светом, на самом деле есть мрак. Цветаева писала, послушайте, еще меня любите за то, что я умру. И это она обращала юная Цветаеву, которая была довольно далеко до смерти, к своему окружению человеческому. Но Иов это говорит Богу. «Слушай, я скоро умру. Потерпи немножко, пожалей меня. Моя смерть – это ведь что-то такое, ради чего можно мне все простить, даже если в чем-то я согрешил». Дерзко? Нахально? Да. И в 11 главе один из друзей Иова ему на это ответит. Диалог продолжается, развивается, градус его все выше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова